Стоит в РНЖ, ебать, на мне дебаф, я с мечом попрыгаю. Ну, Вица, что ты должен делать на пуле? Давай, рассказывай. Ты молчишь, не спрашиваешь, что ты делаешь не так, не делаешь нихуя. На тебе дебаф на пуле. Что ты делаешь? Давай. Ну, я должен зайти в свою метку. В какую? На тебе фиолетовый дебаф. На какой ты должен зайти в метку? Ну, фиолетовый. А почему? Ну, чтоб... Типа... У меня был нужный баф. Нужный дебаф. Хорошо, ладно, объясняю, потому что я помню, что ты не понимаешь. Все так просто и понятно. Едет с Крупиксом. Короче, если у тебя есть дебаф в начале пула, если на тебя его не диспейли, а с тебя никто не будет диспейлить, это я тебе обещаю. На тебя повесится дебаф просто такого цвета, какой он на тебе вот сейчас висит. Поэтому вот ты изначально типа синий цвет, но из-за того, что на тебе повесится фиолетовый, то ты все, меняешься. План меняется, и ты фиолетовым до конца боя. Понял? Фак. То же самое касается любой ситуации. Вот если сплошь 3 дебафа, вы не просите диспейл, вы просто забегаете в тот цвет, который у вас соответствует нижнему дебафу. Но синий у меня по идее зеленый, да? Типа. Синий, это зеленый. А чё за стрелочки над головой? Это дебаф. Это дебаф. А, это как раз... Они на 3-х человек? Просто, да, если красный, значит на тебе красный. Если черная стрелочка, значит на тебе фиолетовый. Да это я понял смысл в этом. Я просто... Подожди, а как ты все правильно делал? Если ты даже не знаю? Ну, он, видимо, по цвету дебаф посмотрел. Ну, ладно, только так. Скажи ему, чтобы у него дыхание было не зеленое, а синее. Я поговорю с ним обязательно. Так, все готовы? Давай, 5, 4, 3, 2, 1. Сука.